34 года назад, 3 апреля, создатель мобильного телефона Мартин Купер сделал с него первый звонок. Возможность связаться с абонентом вне зависимости от его местоположения расширила границы общения. С тех пор изменились не только внешние виды размера мобильного телефона, но и его возможности. Сегодня он дополнительно выполняет функции калькулятора, фонарика, фото и видеокамеры, электронные почты, аудиоплеера, электронные книги. И это далеко не все возможности обычного мобильного телефона. Как часто белореченцы используют мобильный телефон в своей повседневной жизни и смогли бы обходиться без него хотя бы сутки? Ответы на этот вопрос искали наши корреспонденты. Ой, каждый день используем для связи, для интернета. Звонки в другие города, ватсап, вообще все, выручает очень. Вообще он необходим просто. Без мобильного телефона, в принципе, сейчас, мне кажется, и жизни нету в наше время. В интернете сижу, потом играю. Ну, довольно-таки часто, но в основном звонки. Мобильным телефоном для звонков, для связи, для интернета. Каждый день. У меня дети, вконтакте общаюсь, в одноклассниках, в инстаграме. Мобильный телефон практически у меня постоянно с собой. И, естественно, для работы у меня горячая линия, общественная организация, мне постоянно звонят. Через каждые буквально 15-20 минут. До мобильного телефона я его из рук даже не выпускаю. В основном для интернета и для работы. Потому что я работаю в IT-сфере и у нас в общении с клиентами по соцсетям. Только звонки. И все. И часто. Больше ничем. Ну, пользуюсь часто. Звоню родителям. Музыку слушаю. Постоянно. Вот он везде в кармане. Хоть он у меня старенький, но главное то, что я могу общаться. На сутки, да. Запросто. На сутки, наверное, смогла. Больше нет. 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 Потому что я постоянно на связи. И дети постоянно на связи. Да и внук у нас постоянно. Да и учителя звонят. Нет. Вы что, нет. Я бы не смогла отказаться. Нет. Потому что я очень много разговариваю по телефону. Вот. Общаюсь с людьми. Нет. Не могу. Никак. Может быть и хотела. Но это не представляется возможным. Так как это связано с моей работой. Ну, вот сейчас я в отпуске. Поэтому да. Ну, нежелательно. Уже привыкли так, что без него как без рук. Так. Отказаться совсем от телефона, конечно, сложно. Потому что он нужен по работе. Ну, на сутки, даже на двое. Спокойно. Нет, конечно. Это общение, контакты, взаимосвязи. Нет. Очень хотелось бы хотя бы недельку побыть без телефона, но волной за близких. Спасибо. Спасибо.